Добрый день! Надеюсь, что это будет не лекция. Я не люблю этот жанр. Я вообще мечтал бы, чтобы лектор сначала 45 минут отвечал на вопросы, а потом 15 минут прочитал какую-нибудь лекцию. Но тут по-другому построено. Давайте все-таки следовать правилам жанру. И тем не менее, я хотел бы спросить, а как вы учитесь создавать экспозиции? Методом пробуешь? Метод проба ошибок. А еще? Как? Смотрим, как это делается на другом. Сначала как подмастерия у более опытных товарищей. Что-нибудь еще? Вопрос посетителей. Вопрос посетителей? Посетители учат вас создавать экспозицию? Нет, но назад нет. Вопрос посетителей, да. Понятно. Вас уже научили, что нужно ориентироваться на посетителей. Я хочу сказать, что очень молодое дело – это создание экспозиции. И одной единственной хорошей теории, как делать экспозиции, не существует. И сегодня мы сейчас будем говорить немножко об экспозиции. Я хочу сказать, каким образом я учился создавать экспозиции, я и мои коллеги в музее. Это случилось довольно неожиданно. Мы создали в 2005 году новую экспозицию музея на Ахматовой фонтанном доме. И некоторые эксперты, Кейл Гнедовский, которого, наверное, вы здесь знаете, Анатолий Голубовский, они пришли в музей, посмотрели и сказали, вам, пожалуй, нужно заявляться на участие в конкурсе Европейского музейного форума. Знаете ли вы, что такое Европейский музейный форум? Вот это очень интересная организация, которая около 40 лет назад создана была журналистом Кеннетом Хадсоном. Он решил собраться вместе со своими товарищами, тоже непрофессиональными музейщиками, для того, чтобы смотреть музеи и обсуждать их с точки зрения посетителя. Вот их абсолютно не интересовало, как строится работа внутреннего музея, как создаются коллекции, каким образом они хранятся, реставрируются и прочее, прочее. Их интересовало, как музей показывает себя посетителю. И они устроили конкурс, который точно так же живет более уже 30 лет. Он называется Европейский музей года. Участвуют там те музеи, которые вот только-только сделали какие-то новые свои коллекции, новые экспозиции или вновь созданные музеи. Сразу на полях я все время буду говорить, это очень важно для музеев, основная экспозиция. Это главный язык, которым мы разговариваем с посетителями. Все наши другие активности, работы с сообществом, детские программы образовательные, выставочная политика, все это проистекает из этой самой основной экспозиции. Хорошо сделанная экспозиция закладывает мощнейший импульс для развития музея. Ну, на многие годы мы считаем, что это должно быть 5 лет, или европейцы считают, что это 5 лет, а у нас получается, там, на 10 лет закладываются вот эти основные какие-то импульсы для развития. Иногда это требует от коллектива очень серьезных, там, кадровых и внутренних всяких изменений и прочее, прочее. Ценность экспозиции чрезвычайно велика. Значит, вот эти основные экспозиции только что сделаны и выдвигаются на конкурс «Европейский музей года». Европейским музеем года может быть один музей, но при этом существует вот этот короткий список номинантов. Все они приезжают в одну из, в один из городов, который когда-то получил вот этот самый заветный приз «Европейский музей года». И это несколько дней рассказов этих музеев о своих экспозициях. Как построен этот рассказ? Очень необычно. Я просто, мне интересно, что вот здесь возникает такая параллель. Вот там придумано было такое общественное, да, надзор над тем, как музей работает с посетителями. Здесь у нас мы все время сталкиваемся с тем, что вот министерство придумало, да, такую историю, что она выступает от имени посетителей, присматривая за тем, насколько музей вот удобен, комфортен или понятен для посетителя. Там же это абсолютно общественная организация, она и сейчас существует как общественная организация. Очень авторитетная и поддерживаемая всякими европейскими институциями, но общественная организация. Каким образом происходят вот эти вот сессии, когда музей представляет свою работу? Это интервью. Тебе не надо делать доклада, ты просто выходишь, и ведущий расспрашивает тебя в музей. Примерно 15 минут идет такой разговор. А дальше идет очень важная вещь. Это игра. Каждый музей должен принести на эту презентацию одну вещь, которая бы рассказала о коллекции. И это опять такое примечание на полях. Это означает, что я очень четко должен понять, в чем сила моей коллекции. Одну вещь из всей иногда очень богатой коллекции. А еще и показать, как мы ее в музее представляем. Сейчас я приведу несколько примеров, и вы поймете, насколько это важно. Даже, может быть, для себя проделать эту работу со своими коллекциями. Вот существует огромный музей во Франции, музей связи. Он показывает все, начиная от первых каких-то телефонов до огромных спутниковых антенн, там несколько гектаров этот музей. Что они показывают в виде предмета, который представляет их коллекцию? Две коробочки, соединенные ниточкой. Помните, что это такое за чем-то? Вот эта детская игрушка-телефон. Понятно, как строится этот огромный музей? Как они начинают рассказывать о своей коллекции? От этого детского желания на расстоянии услышать друг друга. От этой детской мечты на расстоянии вступить в какой-то контакт, какие-то общения. Огромный тоже музей с археологией связанный. Ведущему приносят рубило, это называется, какое-то кремниевое такое рубило. Ведущий берет это в руку и говорит, как-то неудобно. А музейный представитель говорит, а возьмите в другую руку, в левую руку. В левую руку и говорит, удобно. Понятно, как. Они рассказывают. Даже тогда были люди, которые, значит, левши и правши, под которых там, не знаю, обрабатывались эти орудия. Или музей, который называется музей туризма. Вот этот представитель музея вынес такой чемоданчик, открыл его, а там ничего нет. Он так зачерпнул, сказал, это мечты. А это наше детское желание увидеть что-то необычное. А это вот наше желание путешествовать. Опять понятно, как строится музей. После этой вот вещи, чемодан с наклейками, в котором вот эти вот человеческие иллюзии. Попробуйте сделать это для себя. со своими коллекциями. Маленькими и большими. Это очень полезное упражнение, которое вот сводит нашу работу. Может быть, это очень корреспондируется с теми рассказами, которые были даны до меня. Может быть, из этого выйдет какой-то бренд или какой-то символ музея или что-нибудь в этом роде. Но вот эту работу со своей коллекцией очень стоит производить, потому что мы иногда не очень понимаем ценность коллекции, мы не очень понимаем, как ранжировать эту коллекцию и, прежде всего, ранжировать для посетителей. И самое главное, мы не очень понимаем, как ее предъявлять людям. Потому что мы все любим свою коллекцию, мы все понимаем, что нужно. Ценность этой коллекции, но совсем не обязательно, чтобы эту ценность понимали те, кто приходят к нам на место. Еще одно очень важное урок европейского музейного форма для меня был очевиден. Любой музей европейский, европейского уровня, начинается с того, что на географической карте или музейной карте этот музей ставит свою точку и говорит «Мы единственные и уникальные потому-то, потому-то и потому-то». И вот сколько раз я убеждался, вот это вот найти точное совершенно место с этой карте музейной, отличное от многих, делает самые маленькие музеи в отдаленных точках, совершенно незаминенное, уникальное. Надо сказать, что и это тоже хорошее упражнение, и это очень тяжелая работа, потому что мы все время должны расставаться с убеждением, что мы-то самые лучшие, зачем нам это доказывать, мы-то это знаем. Это постоянно надо доказывать. Европейский музейный форум учит еще одному. Вот эти вот рассказы о музеях, это чрезвычайно важные уроки, которые ты берешь для себя. Потому что, я согласен с тем, кто сказал, смотреть и анализировать, смотреть и сравнивать – это самый идеальный способ учиться создавать современные экспозиции. Нет другого, вот я не знаю другого механизма сегодня, потому что современная экспозиция – это творческий акт, которым создается очень большим обычным коллективом людей, не только музейных сотрудников, но и привлеченных специалистов. И все эти люди вместе создают что-то, что не является продуктом вот такого алгоритмизированного действия. Делай раз, делай два, делай три, у тебя получится на выходе четыре. Это произведение искусства, экспозиционного искусства, и я настаиваю на этом. И поэтому к этому делу применимы вот те самые навыки, которые обычно усваиваются в таких вот сферах художественных. Мне очень помогает мое режиссерское образование, филологическое образование. Я думаю, что не забывайте о своих базовых образованиях художественных, которые точно совершенно тоже могут сюда вложиться в это дело. Здесь я буду показывать некоторые экспозиции, которые рождены, например, филологом, который очень явно опирался на свои вот эти вот филологические знания. В каком-то случае идею экспозиции подсказал фильм. В каком-то случае это публицистическое произведение. Теперь про это самое место. Там все это называется. Экспозиция, портрет территории. Еще один механизм, каким образом мы попробовали вот это расшатать вот это вот ощущение, что на музее там можно не задумываться о том, какое место он занимает территории, это таким механизмом оказался конкурс, который проводил Российский фонд культуры. Он сейчас провел два года, сделал небольшой перерыв. В этом году они возобновляют свою работу на территории, которая там сейчас, не знаю, с вами как-то сопрягается или нет. По Волжне или бассейн Волги. С кем-то сопрягает там, с Пермью, по-моему, на этой территории. Какую задачку... Он называется «Гений места. Новое краеведение». И если вы смотрели какие-то материалы, вы, наверное, знаете, что этот конкурс... Ну, задачи этого конкурса были... Заключались в том, что мы хотели как-то обновить экспозиции краеведческих музеев. Ну, не секрет, что краеведческие музеи все построены по одному принципу. Археология, история, этнография, природа. Приходишь в новый музей, археология, история, этнография, природа. И так далее. Значит, вот эта вот картинка, которая повторяется, она заставляет просто посетителя ограничиваться каким-то одним музеем на территории и заканчивать вообще всякий интерес к любым другим музеям. Вот эту вот ситуацию мы хотели поменять, предлагая музеям поразмышлять, как они описывают то место, в котором живут люди. прежде всего для себя, для этих людей, которые окружают их. Каким образом вот эта история большая сопрягается с той малой историей, которая происходила, в которой жили эти самые люди. Мы начали с Дальнего Востока, это территория другая, или явственно другая по отношению ко многим событиям нашим. Это и гражданская война, которая длилась значительно дольше на Дальнем Востоке, это исход, это до этого переселенческие мощные потоки, которые заселяли этот самый континент. И вот такой вот семинар, который мы проводили на Дальнем Востоке, а потом в Сибири, собственно, был построен прежде всего на том, что каждый музей рассказывал, какая необычная история вот этого края. Как музей рассказывает эту историю по-другому по отношению к каким-то другим музеям. Так же, как в Европейском музейном форуме чрезвычайно важно смотреть на работу других, так и здесь вот эти выступления отдельных людей все вместе, они были чрезвычайно важны, как мозговые штурмы, потому что только тогда ты начинаешь понимать вот эту вот свою особость. Я не такой, я немножко про другое, не немножко по-другому. Возникают новые лица, возникают новые события, возникают новые акценты этой самой истории, но именно в этой истории живут люди, которые населяют эту территорию. Эта история гораздо ближе для них. Именно эту историю можно вытащить через вот эти человеческие истории, истории семьи и прочее. Через них он может прикоснуться к этой самой большой истории. Сейчас я расскажу о нескольких экспозициях, которые создавались примерно в ситуации. Это грантовые деньги, они такие же небольшие, как обычные все грантовые деньги. Создавались это коллективами, которые вот точно так же, как вы, прошли какое-то обучение. единственное добавление вот к обычным таким конкурсным процедурам. Мы каждому проекту, победителю в номинации экспозиции, мы прикрепили эксперта, который сопровождал этот проект на протяжении всей этой самой работы. Таким образом, они создавались такими коллективами смешанными. Там на месте работали какие-то люди и еще были какие-то внешние привлеченные люди, которые давали советы, каким-то образом направляли работу или критиковали эту работу. Выяснилось, что эта модель тоже хорошо работает, потому что то, что мы получили, мы работали с четырьмя экспозициями на Дальнем Востоке. Одна из них в маленьком селе Лермонтовке, мы на нее не очень обращали внимание. Нам была важна просто история села Лермонтовка. Это такой показательный пример. Вот эти 20% репрессированных по всей стране в Лермонтовке, это 20% населения этого местечка были репрессированы. И учительница, которая начала собирать эти истории репрессированных и делала это в школе, мы просто поддержали эту работу. Эта экспозиция, может быть, не имеет такого принципиального характера. Нам важно было поддержать эту работу собирательскую и просветительскую этого человека. А вот остальные три экспозиции, в них было вложено много сил, и эти три экспозиции, надо сказать, достаточно серьезно изменили ситуацию в дальневосточном регионе. Потому что сегодня дальневосточники и ближайшие какие-то соседи, это произошло несколько дней назад, мы с Сашей Артамоновым вернулись в дальневосточном форуме музейного, где в центре этой работы было в том числе обсуждение этих экспозиций, которые были созданы. То есть удалось создать какое-то количество материала, и можно ехать не в Москву или в Питер, и не в какие-нибудь другие европейские города, можно приезжать Благовещенск или Владивосток или Находка, смотреть, обсуждать, видеть и говорить создателями, как это происходило. Это чрезвычайно важно. Первая экспозиция это Благовещенск, автор проекта Елена Иванова, дизайнеру выступил местное архитектурное бюро, и проект называется Чердак истории. Каким образом выбирался вообще сюжет сам по себе? Говорит ли вам что-нибудь два имени Кунст и Альберт? Кунст и Альберт говорит что-нибудь вам? Это два человека, немцы молодых, молодые люди, которые в один прекрасный момент орвались от своего любимого Гамбурга и отправились через полмира. Еще не было никакого транссиба. через полмира на Дальний Восток для того, чтобы пытать счастье и учредить там торговую компанию. Эта торговая компания постепенно развивалась. Это еще были те времена, когда на Дальнем Востоке Владивосток даже не выдвигался как первый город. Эти города боролись между собой, недолго думали в каком городе открывать это самое главное свое торговое предприятие. В конце концов, оно было открыто во Владивостоке, но все главные и самые красивые дома в городах Хабаровск, Владивосток или Благовещенск это дома торгового дома Кунсальберта. Постепенно это превратилось в империю. Эти люди доставляли туда огромное количество товаров. Дальний Восток цивилизовался в том числе благодаря этим людям. В какой-то момент они стали поставщиками военного флота у них образовал собственный небольшой флот банковский дом и прочее и прочее это фигуры, которые чрезвычайно важны для территории. Музей Благовещенский находится как раз в этом здании здания торгового дома Кунсальберта. И как ни странно, вот эта страница истории для всех этих городов не очень прояснена для жителей. Автор проекта задумал экспозицию о двух этих самых немцах. для этого даже нашлось замечательное место. У них был неосвоен чердак, огромный красивый чердак этого самого здания. Вот здесь его видно. они его прибрали, потом они стали думать, что с ним делать. И в качестве такого главного персонажа этой самой экспозиции проект первоначально назывался «Чердачная история». А вот сейчас она в таком виде звучит «Чердак истории». Чувствуете разницу или нет? Значит, смотрите, когда музей стал копать историю вот этих двух немцев, они нашли биографа этих немцев Кунста и Альберта, Нотердей, который, между прочим, как потом выяснилось, проживал в Петербурге, такой немец, полюбивший Россию, здесь укоренившийся, который написал целую книжку об этих самых двух людях. «Эта книжка одной из самых лучших историй Дальнего Востока, освоения Дальнего Востока, потому что она через этих людей рассказана, и она рассказана очень увлекательно, и ты видишь, как вот там почти на пустом месте возникали города, эти города начинали между собой соревноваться, как Владивосток вырвался в лидеры, каким образом застраивались эти города, каким образом там укреплялся военный флот, и прочее, прочее. Глазами вот этих двух людей эта история чрезвычайно интересная и живая. Поэтому в основе этой экспозиции легла прежде всего история биографии этих людей. Но тогда, когда музей понял, что лучше всего историю города рассказывать через биографии людей, возникла идея на этом червелике собрать еще и другие истории. Не только вот этих немцев, но и те, которые приносили им жители города. Таким образом, они вышли на эту самую устную историю, которую мы все любим, вышли вот в такой замечательной логике. Эта небольшая лестница ведет в эти огромные помещения чердака, видите, на трех языках экспозиция говорит, и это принципиально, и вот это новое название. Сейчас мы посмотрим кусочки этой экспозиции, потому что это важно в том смысле, каким образом раздалось уже пространственное решение. Первое, что предложили дизайнеры автору проекта, они вышли на чердак, они восхитились вот там такой высоты потолки, они восхитились вот этим пространством и сказали, мы знаем, что будет, мы знаем, что нужно делать, и предложили застроить этот чердак маленькими клетушками. И автор проекта, надо сказать, была очень настойчива, а потом просто оказалось, что была поставлена необходимостью разорвать контракт с этим дизайнером, нашли новых. И оказалось, что по-другому надо осваивать это пространство эксклюзационно, потому что каждая вещь на этом чердаке оказывается может быть вот таким очень важным элементом. Все, что найдено там, на чердаке, стало частью экспозиции. Что-то у них было в запаснике, но вот красивый чайник это то, что было в коллекции, то, что они выставляют, это что-то вроде витрины, того, что продавалось в этом магазине «Кунстальберт». А вот эта вот мясорубка, она просто где-то валялась на этом чердаке, когда они его подбирали. Главным экспозиционным приемом в этом случае казались не стенки, которые они застраивали, а световое решение, световые акценты. И это потребовало от дизайнеров вот тщательной такой вот разработанной партитуры света. Подсвечивались витрины, это история тоже с товарами, подсвечивались стены, и какие-то истории, вот они на фоне вот этих чуть-чуть отштукатуренных стен на маленьких экранах представляли. Вот сейчас вы видите тоже световые точки, и на такой же побеленной стене вот это вот изображение, это запись интервью, большого интервью, который специально автор проекта приехал в Петербург и делал вот с этим самым автором этой книги. Он говорит немножко с трудом с акцентом немецким, хотели убрать этот самый акцент, поставить какой-то текст, но удачно оставили именно ощущение иностранного человека. Вот таким вот образом здесь посетители могут работать с материалами. Это одна из трех частей экспозиции, потому что создавая ее, стало понятно, что история торгового дома это центральная история. Я говорил чердак истории, и это истории, вещей, которые находят жители на своих чердаках. Это вторая часть экспозиции. И третья часть экспозиции, она проектная, поскольку сама по себе сам по себе вот этот вот дом благовещенский, торговый дом архитектура и конструкции, вот то, что там вы видели, стропила, лифтовое оборудование и прочее, прочее, каждый раз это были такие на грани самого современного. Они внесли туда самые современные приемы, строительство, эксплуатация этого самого здания. И это тоже в экспозиции подчеркнуто. но это и дало возможность этим самым автору проекта сделать еще одну важную часть экспозиции, такую проектную, архитектурную. И она тоже существует в этом самом здании. Это такие вещи находились, когда эту самую чердак расчищали. Это завершение вот этого дымохода. Вот так оно существует в экспозиции. Вот эти балки и вот эти мелкие тексты, которые специально подсвечены, потому что у каждой детали этого самого чердака есть свои истории. И каждый раз они находили способ от предмета, который существует на месте, который нельзя отсюда брать, выйти на самые разные техническую историю, историю архитектора, историю людей, историю строителей, историю эксплуататоров этого здания и так далее. Вот еще одно, один вид, позволяющий посмотреть, каким образом световые точки используются. чердак оказался действительно свидетелем истории, как самое главное здание. Оно прошло все перипетии трудной истории, как у всех у нас, трудной истории XX века. Это следы, которые найдены были тоже при уборке или освоении чердака. Это боксерское восстание известное там. Таким образом, все тут в ход идет. нет ничего, что можно было бы выкинуть из этого чердака. И вот это решение, эта самая идея вытянула этот проект и она стала таким очень необычным и странным местом. Вторая экспозиция, которая сделана во Владивостоке, это Приморский музей имени Арсеньева, авторы проекта Анны Щербакова, Светлана Воронина и дизайнер Василий Корнеев. Называется «Открытые морские залы Тихоокеанское время». Опять вернемся к тому экспозиции как портрет территории. Владивосток морской город, но в Владивостоке никогда не задумывался морской музей. Вот он задуман только сейчас, хотя до этого самого открытия музея очень-очень далеко, может быть, он никогда не будет открыт. Но уже сейчас музей Арсеньева задумался о том, каким он может быть. И в этих размышлениях они пошли очень необычным путем. Как можно рассказать о морской истории? Можно говорить о том, каким образом осваивался и каким он был в гражданскую войну, каким флот был в Первую мировую войну, какие-нибудь варяг и действия во время русско-японской войны, в Великой Отечественной войне, так, как строятся все экспозиции в наших музеях. Музей военно-морского флота в Петербурге построен хронологически. Ты переходишь из зал в зал, видишь, это флот одного времени, это флот другого времени, это флот третьего времени. Это название «Тихоокеанское время» родилось совершенно не случайно, и оно точно определяет, каким образом музей решил посмотреть на это свое место. Они поняли, что жизнь в этом городе, жизнь людей определяется вовсе не историческими периодами или весной, осенью, летом и так далее, но определяется совсем другим ритмом, и этот ритм определяет проводы, встречи, расставания, и вот этот цикл провода, встреч, расставания повторяется бесконечно. И вот эта простая идея, которая могла бы быть, да, могла бы быть рождена уже давно, она совершенно по-другому осветила весь этот самый подход. Вот этот цикл, который извечно повторяется, дальше они это протянули историю в глубокое прошлое, очень простым намеком я покажу, как это сделано, и протянули будущее, потому что сегодняшние моряки уже не уходят из Владивостока, они садятся в самолет, летят в какой-нибудь такой нейтральный порт, там они садятся на свои корабли, но этот цикл повторяется, и в этом цикле этот город живет, и этот цикл, в этот цикл включены не только моряки, жены, дети моряков, и так далее, в этот цикл включены сфера обслуживания, для того, чтобы принять этих самых моряков, встретить ее, эти жены моряков идут, шьют себе платья, делают себе прически, в этот цикл включены торговцы, потому что с этими самыми моряками приходят какие-то товары, в том числе контрабанды и прочее, в этот цикл включены фарцовщики, в этот цикл включены огромное количество людей, когда мы начали обсуждать этот проект, на кого он работает, сначала мы посчитали примерно 7% населения, непосредственно имеющие отношение к морю, но потом оказалось, что не 7%, а 93%, 7% насчитали тех, кто может быть в стороне от этого цикла работы. вот такое тихоокеанское время, которое придумали авторы, и вход в эту самую экспозицию, он тоже очень необычный. Что это такое видно? На что это похоже? А? Стена памяти. Стена памяти. Это название кораблей. Значит, смотрите, как можно вообще экспозиционно ничего не нужно даже собирать. Музей всего лишь поднял архивы и выписал название всех кораблей, которые уходили из Владивостокского порта. А художник сделал из них вот эти строчки, и они еще мигают, боргают, как такие вот маяки. Это комната, которая производит магическое действие на всех. Здесь там стоит эта банкеточка, здесь можно посидеть или постоять здесь и долго смотреть на вот эту вот магию. Кто-то ищет название корабля, которое он знает. Кто-то просто выискивает название, там, я не знаю, женские имена которых здесь в названии кораблей. Кто-то вспоминает историю. Ничего не надо, кроме вот этого очень простого решения. Так они попадают в пространство экспозиции. Экспозиция строится по линейному принципу, ты не можешь перешагнуть, да, один раздел, нужно следовать именно маршруту, от того раздела другого, и каждый из них будет помечен вот теми самими пунктами. Расставание, ожидание, там, проводы, встречи, каждый раз. Уясняется, что в какой-то момент вот эти вот семьи начинают разделяться, мужчины уходят в море, женщины остаются. И здесь в экспозиции вот это разделение уже начинается. С одной стороны вот так витрина в виде такого нависающего носа корабля, это мужская часть, здесь экспонируются все вещи, которые мужчины собирают в походы, это не всегда там какие-то любимые вещи или фотографии жены, но и огромное количество бумаг, которые должен заполнять матрос перед тем, как выйти в море. А с другой стороны, это то, что дома остается, это такой стилизованный сервант, в котором остаются вот эти очень хорошо знакомые всем, тем, кто жил в море, сувениры, иногда безвкусные, иногда леповатые, иногда очень трогательные, которые привозят из плавания. Вот эта мужская часть здесь в этих самых витринах, то, что увозят с собой мужчины. Вот в этой самой витрине, видите, там такой телевизор, телевизор видели в прошлой экспозиции, каким образом здесь телевизор работает. Эта экспозиция рождена была из... То есть толчком для создания этой экспозиции стал фильм, документальный фильм про возвращение китобойной флотилии в Логовосток. Вообще возвращение китобойной флотилии это событие было когда-то для Логовостока, сейчас ее нет, никто не ходит, но фильм был сделан очень необычным образом. Он назывался «За два часа до объятий» и съемочную группу одну доставили на берегу, а одну посадили на корабль и снимали таким образом вот это вот два берега или корабль соединяя с берегом, как чувствовали себя люди, которые ждали. встречи на берегу и как чувствовали себя люди, которые готовились к этой встрече на корабле. Во многом это такой толчок эмоциональный. Вот этот фильм как документ идет вот на этом самом экране телевизора. Потом они еще повторят его один раз, но уже как символ на огромных полотнищах при выходе воввить. Это ожидание, по сути ожидание это те будни на море, которые иногда очень однообразны, потому что труд на море действительно однообразен. И вот это они сделали вот этим огромным количеством фотографий. Люди разные, а делают почти одно и то же. Вот в этих наушниках мы можем услышать, что в эфире происходит. Это и морзянка, звуки СОС и передача вот этого радио, которое работает для моряков, узнаваемое для местных жителей, необыкновенно. Вот на каком-то подсознании даже молодежь реагирует на эти звуки. А вот на стене возникают вот эти истории, которые пришлось собирать вокруг этих сюжетов. они были заданы, как вы проживали вот этот период, который называется ожидание. Вот эти истории можно пролистнуть они на стене. Это крупно фотографии, а внизу опять истории, только истории уже тех, кто на корабле. Возвращение. Это стол вообще-то. Часть стола, он еще уходит вертикально вверх. Вот эти платья, которые нашивали для того, чтобы встретить мужей. И огромное количество вот этих вот на столе стоящих предметов. Это и вино, это и школьный дневник, потому что когда приезжали отцы, первое, что должны были показать дети, они несли вот эти свои оценки. Это и духи, и модные журналы, и прочее, прочее. Вот эти звонки, они запускают рассказы людей о том, как они ждали и как они встречались со своими любимыми. А в витринах как драгоценности подарки с историями тоже. А? А на стене совершенно верно, уже в другом виде, как символ. Это проекция за дочное добьетие. Это возвращение. Совсем недалеко от выхода маленькая стена, посвященная по кадрам фильмов. Нашел тех людей, которые сняты были в этом фильме, это история этих людей. Экспозиция построена по кольцевому принципу. Это окно, которое ты видишь, вот это самое начало, а другая часть его, помните, стихотворение? «Бессонница, гомер, тугие, паруса, я список кораблей прочел до середины». И вот то, что я сказал, это превращает вот этот вот цикл, цикл вечный, который начался еще, времена Агамары, который будет продолжаться. Я покажу очень быстро выставку, экспозицию, которая называется «Города по имени находка». Ну, мы бы все назвали эту экспозицию «Город по имени находка». Вот оцените название «Города по имени находка». Смысл этого названия и смысл экспозиции в том, что мы всегда как-то упрощаем эту самую историю. Город находка – это город с очень переменчивой судьбой. Когда-то он возник как удобный порт, это может быть лучший порт на Тихоагианском побережье, потом это стал центр переселенческий, потом очень быстро в советское время он превратился в центр, через который прошли тысячи и тысячи заключенных на северные лагеря. Потом совершенно неожиданно этот центр ГУЛАГовский превратился в открытый, единственный открытый порт на Дальнем Востоке. Приехал Жданов и сказал, что здесь мы будем строить вот этот открытый порт. После этого, как все города, в советское время он потерял свое значение. И там лучшие воспоминания о городе – это когда я поднимаюсь на сопки и не вижу города. То есть город без города. Вот эта вот перемена судьбы отражена в названиях, а экспозиция про то, что каждая перемена оставляла какой-то след в памяти горожан. И они все выросли как из детства, да, вот из вот этой военной истории, галаговской истории, истории переселенческой и прочее, прочее. Эти истории очень понадобилось выявить. Там была огромная работа, связанная с тем, что люди записывали истории, и эти истории нужно было опубликовать. Вот как получилось публиковать, это будет огромное количество текстов, так выглядит вход в музей. И эти тексты иногда запрятаны в нише. И по образу это вот ты видишь фотографию, но эту фотографию ты как будто физически открываешь, потому что с той стороны будет какой-то текст и какие-то предметы, которые заложены в этих нишах. Андрей Рымарь, который имеет отношение к этому тексту, он филолог по образованию, и вот это количество текстов это перехлест, это довольно трудно освоить в экспозиции. Но как ни странно, если посетитель даже совершенно посторонний включается в этот ритм чтения этих самых историй, то все получается. Интересная особенность этой экспозиции, она тоже не хронологическая. Тот хронологический ряд, который вы видели в самом начале, это вот что сохраняется там от какого-нибудь 2000 года до нашей эры, или что сохраняется от 19 века и так далее. Это единственный намек на хронологии. Это построено по-другому. это про защитников и эти защитники и чурджени, которые закончили свою государственность в 12 веке, и про современных солдат, которые являются защитниками. И вот это позволило уйти от некоторых очень банальных вещей и построить совсем другое взаимоотношение между историческими персонажами чурдженями или бойцами отечественной войны или гражданской войны. Это тоже война. Это вписано в один ряд. Это тоже необычно как композиционный прием. Экспозиции все три очень интересны и все три интересны именно с профессиональной точки зрения разбирать. И почему я говорю, что хорошая экспозиция работает в самых разных направлениях. Прежде всего она работает на сообщество, на людей. Она создается для этих людей. И только этим она начинает быть ценным и для приезжих. Потому что приезжие сегодня, и это главная их задача, они хотели бы понять это место, этих людей, почувствовать ритм этой жизни. Все три экспозиции по-другому открывают это место. Они маркируют это место совершенно особенным образом. Они нашли тот ключ и тот поворот рассказа об этой территории, который неповторим. Каждый из этих музеев, несмотря на то, что это Приморский край, какая-то общая история, каждый из этих музеев стоит посещать. Каждый этот музей не заменяет другой. Это очень важно. важное значение этой экспозиции и повторю еще раз. Мы с вами все учимся, когда мы смотрим и анализируем экспозицию. Это три экспозиции, о которых можно говорить и разбирать профессионально и учиться на этом довольно эффективно. Я застал немного времени, но наверняка вопросы есть. Из большим удовольствия интереса в России очень содержательное, очень интересное. У меня возникло несколько вопросов. Первый вопрос. Скажите, пожалуйста, в проекте черда истории, каким образом истории считываются посетителями? Это происходит самостоятельно, то есть посетители считываются или же есть посредник, экскурсовод. Это первый вопрос. И второй вопрос. Проводились ли исследования посетителей на этой выставке на предмет того, допустим, сколько историй, со сколькими историями, с каким количеством историй посетитель каждый познакомился и сколько времени провел в этой экспозиции? Спасибо. Значит, смотрите, я не создатель экспозиции, я тут на многие вопросы могу так предположительно отвечать, но когда создавались все три экспозиции, они создавались с тем условием, что не условием даже, оговаривали, это не было условием, это было так так хотелось бы, чтобы они создавались, чтобы они работали в самых разных режимах. Самый неудачный режим, на мой взгляд, это экскурсионное посещение. Он тоже предусматривался и по этим самым экспозициям вводят экскурсии, но это самый неудачный режим, потому что в первую очередь самый нужный способ знакомства с этих экспозиций это одиночный посетитель, который знакомит с ним в своем собственном темпе и читает столько историй, сколько ему захочется. Но второй вопрос я даже не очень понимаю, если бы я был автором экспозиции, я бы точно совершенно не делал бы исследований по вашему цену, сколько я провожу здесь время, сколько я прочитал историй за одно посещение, мне это было бы неинтересно. Мне было бы интересно, возвращаются люди сюда или нет. Люди возвращаются. Такого рода исследований, лучше это не назвать исследованием, наблюдений. Музей не может делать исследования, если честно говоря, делать это серьезно. Наблюдения такие сделаны. Люди возвращаются сюда, и люди готовы пройти это, пересматривать это. Владивостокское время для меня я два раза или три раза был, и это не мешает мне возвращаться сюда. Там есть такие вещи, которые придуманы ровно для того, чтобы зацепить человека и вернуть его через какое-то время. экспозиция свидетельство того, что экспозиция А очень интересна посетителю и Б то, что он не успевает за один раз охватить весь объем информации, которую наследует. Я вопрос по Владивостоку, в чем-то истории схожей с нашим городом. Экспозиция все равно представлена какая-то хронология, как встречали, провожали корабли 20-30-й, а вы нет вообще? Вообще нет. Дело в том, что, значит, почему это открытые морские залы, и почему это заявка на будущий музей? Потому что, конечно, когда возникнет огромный морской музей, там будет разная логика изложения вот этих самых событий. Но почему музей захотел именно так вступить в эту работу по созданию музея? Потому что все эти музеи, музей Мирового океана в Калининграде, музей военно-морского флота в Петербурге человека потеряли. Вот впервые, я же говорю, одна простая идея, когда мы обсуждали это на уровне идеи с авторами проекта, когда было произнесено, что у нас будет вот это эпическое, циклически повторяющееся время, которое неважно, когда происходит, во времена Одиссея или во времена сегодняшние, когда тот же самый цикл, только самолеты и нет вот этих вот встреч, когда это повторяется. Когда такая идея была произнесена, я сказал, что вы сделаете экспозицию. И рассказы полились другие, потому что, когда ты говоришь ветерану, расскажи про свое это самое ветеранское дело, прежде всего тебе нужно снять пять-шесть слоев ходульных воспоминаний, чтобы добраться до сердцевина, до того, что интересно может быть, для того, что нужно передавать в музей. А здесь почти сразу полились. Были такие запретные темы, там, я не знаю, жены, которые оставались, отношения к женам, которые изменяли и так далее. Это оказались запретные темы для рассказов. Их нет в этих воспоминаниях. Нет и нет, есть другие, но они есть живые, потому что вы правильно задали вопрос. Я тоже видел три экспозиции ответ и экспозицию открытия морские залы. Я видел два, что это, год назад после открытия и сейчас, когда была в Велевосточной конференции региональных музеев, конечно, есть два типа аудитории. Есть свои, которые приходят и вообще никто не нужен, и есть аудитория, скажем, профессиональная, которая смотрит эту экспозицию с профессиональной точки зрения. Конечно, это абсолютно новаторская для нашей страны и абсолютно не похожее ни на что другое попытка в очень ограниченном пространстве создать такой абсолютно человеческий рассказ, который вписывается еще в два важных контекста. Первое. Россия великая морская держава, которая не имеет национального морского музея. Россия, кстати, великая авиационная держава, которая не имеет национального аэрокосмического музея. самым крупным оператором флота было Дальевосточное морское пароходство, которое по Самоторскому руководству сожгло поларинскую архивы С другой стороны, на острове Русский, например, построен огромный океаналь площадью 36 тысяч квадратных метров, производящий неизлотимо отталкивающие впечатления на человека, который ожидает какого-то интересного рассказа, встречается с тоннами мультимедии. И в этих условиях я рассматриваю экспозицию открытых морских залов как росток, из которого будет, я надеюсь, Виктор Алексеевич вырастет будущий морской музей, который тоже будет не похож ни на что другое, не традиционный и не традиционный. Что касается находки, находка я видел в прошлом году в процессе застройки, это просто была пустая комната с металлическими рамками. Плотность изложения в находке такова, что у нас была встреча с, собственно, круглым столбом, целый автобус приехал в музейщик туда в тот день. Там выступал вновь назначенный начальник городского управления внутренних дел, который проработал в год и две недели. Он сказал, что его звали в музей, он решил зайти на полчаса, вышел через два. Потому что если ты действительно хочешь, а ему по должности еще помогалось понять, собственно, что это за город, как там живут, какие там стоинки. Рымарю, Анри Рымарю и Алексею Флатову удалось собрать историю находки не так, как в открытых морских залов, не так, как благовещенский, не так, как в традиционном украинском музее, а по очень важному смысловому грунту. И плотность очень большая, то есть горожане будут туда возвращаться не потому, что им еще раз захотелось, а потому, что они каждый раз будут сталкиваться с тем, что они что-то не досмотрели, что-то не дочитали, что-то не доузнали. Поэтому эта позиция сама мотивирует к неоднократному визиту. Да, Саш, я хочу сказать, но и в то же время вот это вот мы очень приветствуем и считаем, что это правильно собирать вот эти самые человеческие истории. Сегодня это важная часть музея, собирать истории людей, накапливать их, аккумулировать. Ну, вот Андрей с Ксенией Филатовой они еще попробовали их экспонировать в большом количестве. Как это делать? Это проблема. Но они показали это как проблема. Они, кстати, не местные. Они показали это как проблема. Я хочу еще раз сказать, это не рассказ про то, какие люди замечательные или какие экспозиции замечательные. Я надеюсь, что вы понимаете, что это рассказ о том, каким образом надо точно назвать экспозицию и что это означает. И что означает чердак, точка истории, и чем это отличается от чердачных историй или океанское время или прочее. Что означает правильно поставить задачу, проблему, поворот темы. Что означает разыграть это в предметном ряде. Что это означает, когда мы формулируем какие-то вопросы для людей, которые должны вот эти человеческие истории нам принести в этот самый музей и так далее, и так далее, и так далее. То есть это про то, как создается экспозиция, а не только про то, какие у нас отличные возникли экспозиции на Дальнем Востоке. очень много информации получили, но я ждала, честно говоря, что вы расскажете еще о музее Анатмага на Дальнем Востоке, потому что тоже очень такой интересный, это коммунальная квартира, американский кабинет Бродского. Я, честно говоря, думаю, что вы как-то расстроили тут замысел, потому что это тоже не может быть. Может быть, немножко как-то как-то расстроили замысел в музее, в котором не будет самоконтан. Чуть-чуть, потому что что-то с измышленной из них есть. Дело в том, что я была в этом музее год назад, меня он очень впечатлил. Очень впечатлил. Я была в рамках стажировки, встречали несколько музеев, недели санкционировали, но почему-то туда у нас организованы были не в поезде. А мне было очень интересно, мы пришли вас с коллегами, мы сами постигали пространство и считали смыслом мы видели вот эту интерактивную экспозицию и коммунальную квартиру, эти комнаты. Хотелось бы что-то какие-то комментарии с вашей стороны с точки зрения экспозиционного решения. Значит, смотрите, 30 лет я прожила в этом прекрасном доме и пользовалась там благословностью и так далее. Это стата Анна Ахматова. 30 лет нужно было вложить в какой-то экспозиционной форме. Я имею вид сейчас те комнаты, которые являются мемориальными, которые были восстановлены в 2005 году, потому что до этого музей был из одной мемориальной комнаты и экспозиции. Значит, в музее две части, мемориальная часть это вот эти самые комнаты и та часть, которая называется там белый зал или зал поэзии, как угодно. Что происходит в мемориальных комнатах? Мы принципиально решили, что невозможно рассказывать. 30 лет люди жили в этой комнате, потом переехали в другую комнату, потом она переехала в эту комнату, потом вернулась сюда. Очень любят экскурсоводы таким образом пудрить мозги нашему посетителю. Значит, экспозиция должна быть соразмерна человеку. Мы придумали, что каждая комната это какое-то событие в жизни Ахматовой. Одно событие. И оно разыгрывается вот таким театром вещей. Первое событие это первое появление ее в фонтанном доме в семье Пунина, где они в одной комнате существуют. Она не пишет, ее не печатают, а Пунин еще пока во власти. Николай Николаевич Пунин это второй муж Ахматовой, куда в этот фонтанный дом она и приехала. Второе событие это 30-е годы. Это праздник в семье, которая очень сложная семья. Это первая семья Пунина, которая сосуществует с семьей новой его и с Анной Ахматовой. И это совсем другое существование, потому что праздники они отмечали такие не советские. И общение было чрезвычайно интеллектуальным, очень на высоком уровне, потому что за этим столом рассказывали истории. Ахматова говорила, и это записано, и это можно послушать в этой комнате. Она рассказывала о пушкинском времени, о Наталье Николаевне, как будто бы она вот только что здесь Наталья Николаевна распрощалась с огромной ревностью, между прочим, Наталья Николаевна. Третье событие это появление поэмы без героя. Оно зафиксировано, это канун 1941 года, и если вы читаете поэму, все в этой самой комнате это такая иллюстрация этой поэмы. Клен за окном, он в поэме, сундук, у которого она на коленях опустившись вытащила какие-то старые бумаги, и впервые работает радио бесконечно советское, и это слышно в экспозиции. Шумят дети, потому что к этому времени квартира стала коммунальной, и кажется, что серебряного века нет, не существует, что оно ушло никогда и без возврата. И вот в этот момент она открывает этот сундук подруги, которая живет в эмиграции, и в этот момент она начинает писать историю тех людей, которых уже нет, или которые вычеркнуты вообще из жизни. Поэма без героя. И четвертая комната, это комната, где они встречаются с американским дипломатом Берлином. Молодой человек приезжает сюда, и за долгие годы она впервые начинает рассказывать то, что она никому не говорила. Мы написали целую книжку про это событие, но зрительно и вот этим театрово вещей как раз выставлено это важное событие. считается, что после этой встречи она получила свое постановление про журналы «Ленинград». Считается, что после этой встречи было установлено, не считается это наверняка, подслушивающее устройство. Ей запретили какое-то время выходить из квартиры, но при этом она должна была подходить к окну, а в саду сидел на скамейке стукач, и он должен был смотреть, чтобы она не наложила руки на себя. Мы, кстати, поставили такую скамью стукача в саду, и это вы видели, наверное. Вот, четыре события, и вот эта вся жизнь разложена по этим событиям. И рядом белый зал, который существует по другой логике. Мы там попробовали выставить, ну, следовать как раз Ахматовой. Дело в том, что у нее есть замечательное произведение, которое называется «Семь северных элегий». Это подсказка. Каждая из семи северных элегий – это такая поэтическая биография ее, начиная от до рождения, надо сказать, Россия Достоевского Луна, это еще до того, как она родилась. А потом по всей жизни до элегий очень печально, а я молчу, я 30 лет молчу, молчание, аркетическими льдами и так далее. И вот эти «Семь северных элегий», они очень вольно поэтически музеем откомментированы. там появляются какие-то документы, мемории, тексты, которые каким-то… Это даже не иллюстрация, это то, что по ассоциации может возникать, расширяя смысловое поле этих самых элегий. Технически мы попробовали сделать таким образом, чтобы вот это желание прикоснуться к документу, оно работало. поэтому, если вы протягиваете руки к руку к документу, он подсвечивается, а на экране возникает этикетка или, скорее, система этикеток, потому что вначале возникает такая простая этикетка, а потом постепенно возникают другие тексты, в основном это тексты из записных книжек Ахматовой, которые тоже расширяют контекст этого к середине у нас такой столб страшный черный красный кирпичный, он так и мы никогда не убирали и в прежней и вот этой новой экспозиции. Там шум времени, если прикоснуться ухом, то ты услышишь там все вот этот вот век Ахматовой от каких-то первых конок до звонков до Гагарина поехали. А где-то там аплодисменты Сталина вот эти бесконечные и прочее и прочее. Вот этот шум времени это образ который тоже из поэзии не Ахматовской, но для нее тоже очень важно услышать этот шум времени или гул времени и американский кабинет отдельная часть. Я уже остановлюсь тогда. и и и и